Всем привет дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Клинт8. В этом видео я хочу немножко пройтись по новому ивенту, который будет на глобальной карте, под названием Гонка вооружений. Ивент начнется с 28 мая, и он предоставит нам возможность выиграть один из трех танков, подарочных танков 10 уровня. Вот они нам представлены, три средних танка, два американских Т95Е6, второй М60 и один китайский 121Б. В последнем обновлении Патча их все три танка апнули, в основном повысили динамику и улучшили стрельбу на этих танках. Собственно ивент пройдет примерно в тех же традициях, которые были и в предыдущем ивенте под названием Гамбит. Немножко изменений, это вы все сами прочитаете, если захотите, ссылка будет в описании на официальную страничку. Но собственно я хотел посмотреть бы характеристики этих танков и стоит ли за них бороться. Вот они, эти три танчика. Сравним, самые интересные моменты это обзор, базовый обзор этих танков, очень довольно хороший. У Е6 это 410 и 420, у китайского 121Б и М60. Также хороши пушки у всех танков, уменьшили разброс, повысили сведения. И теперь комфортно на них как стрелять, так и гонять. Еще очень классный момент тем, что у М60 повысили максимальную скорость как вперед, так и назад. И максимальная скорость вперед стала 60 км в час, назад 23 км. Но давайте сравним каждый танчик с прокачиваемыми танками, характерными для каждого из них. Например, вот возьмем первым М60 и 10 уровня Паттон. Так, настроим его, уберем все это, экипаж стопроцентный, уберем модули и применить. Так, сравниваем. По орудиям, одинаковый урон, одинаковое пробитие, причем снаряды и у того и у того базовые, это подкалибер. Скорость стрельбы больше у Паттона, поэтому перезарядка, естественно, меньше. Скорость поворота башни. Так, но при этом, смотрите, комфортность стрельбы будет лучше у М60. То есть, время сведения уменьшено на 0,3 секунды. Разброс уменьшен на 0,03. Но при этом, да, как я и говорил, скорострельность больше у прокачиваемой машины, поэтому ДПМ немножко будет выше. Далее, бронирование. По бронированию, естественно, прокачиваемый Паттон, его тогда апнули, и он так и продолжает рулить в этом плане. То есть, броня такая посредственная, немножко там башня, немножко корпус передом будет танчить. Ну, 93, конечно, в лобе корпуса это будет совсем слабенько, но башня как-никак там немножко потанчит какой-нибудь снарядик. Если попадут куда-нибудь в маску, да. Но спереди вот эта большая командирская будка, шапочка, грибочек, он будет, конечно, пробиваться на ура. Есть там какие-то моменты, которые там рикошетные, да, но это прям уж исключение будет. Так, ну, в чем же основное отличие М60 от Паттона прокачиваемой? Это его мобильность, динамика. Максимальная скорость отличается на 15 км в час вперед и на 3 км в час больше задним ходом. И это очень здорово. Удельная мощность практически на 4, ну, здесь, да не на 4, а ровно на 3,5 лошадиных силы на тонну больше. То есть и рвать он вперед будет и назад очень хорошо. При этом обзор такой же. Маскировка немножко хуже. То есть, давайте подведем итоги по этой машине. Если сравнивать его с Паттоном, то он будет более мобильный, более быстрый и более комфортный в стрельбе. А Паттон в то же время более бронированный. Хорошо, дальше пойдем следующий танчик. Следующий танчик американский. Т-95Е6 и с чем его сравнивать, ни с чем не будем сравнивать. Тоже просто добавим сюда. Чем он будет хороший? Средний урон за выстрел будет на 10 больше. Так, вернемся, вернемся назад. Базовый снаряд будет бронебойный. И это отличие. То есть, в принципе, пробитие будет еще немного больше, потому что там подворот снаряда при попадании в танк будет не 5%, как у подкалибера, а, насколько я помню, 10. То есть, круче. Хотя, при этом, среднее бронепробитие на 10 единиц меньше. Но я думаю, это будет совсем незаметно. По факту, может, даже еще больше будет. Скорострельность орудия. Скорострельность орудия значительно выше по сравнению с М-60. И поэтому же и перезарядка будет быстрее. Дальше. Скорость поворота башни не длиннее. Значимо так видно, да, на 6 единичек. Углы наклона практически одинаковые. Время сведения и разброс будет больше. Но при этом ДПМ будет самый высокий среди всех трех танков. Подарочных, я имею ввиду. То есть, пушка немножко будет не так комфортно, как у М-60. То есть, у М-60 это будет прям вау, снайпер. Этот будет более ближнего боя. И при этом он имеет в башне 342 мм бронирования в голову. И это значимо. Ну, давайте посмотрим бронирование. Вот такая себе башня представляется. И действительно, показатели будут прекрасные. То есть, щечки пробиваться не будут. Возможно, вот в какие-то там моменты... Но в них надо прям уж очень попасть. Так, щечки пробиваться не будут. Маска пробиваться не будет. Некоторые места будут вот здесь вот в пробитии. Ну и, конечно же, большой грибочек. Большая вот эта шапка, она будет пробиваться. То есть, если вы будете играть где-нибудь, выезжать слева из-за угла какого-то там холмика здания, то эта шапка будет закрыта и противники не смогут в нее попасть. Еще один плюс этого танка. Низкий силуэт. По сравнению с М60 и Паттоном, они выше, в них легче попасть именно в корпус. А у этой машинки уже силуэт ниже и в него сложнее будет прицелиться и попасть. Так. Это еще один плюс к танчику Е6. Идем дальше. По мобильности. По мобильности он будет с максимальной скоростью быстрее, чем Паттон. Динамика у него. Удельная мощность тоже больше, чем у Паттона, но меньше, чем у М60. Так. Далее. Незаметность. На своем уровне среди американских СТ он довольно хорош. Он лучший. Но при этом он имеет на 10 единиц меньшее наблюдение. То есть, тоже можно его приписать к снайперу, имея такую незаметность. Издалека там где-то стрелять, быть незамеченным. И хорошее бронирование лобобашни. Если вы играете от какого-то навесика, от холмика. То есть, не навесика, а насыпи и холмика, то очень хорошо будет он себя показывать. Хорошо. Дальше перейдем к следующей. К следующей машинке. Это китайской. И сравним ее с прокачиваемой китайской СТ-шкой. 121. 121. 121. 121.B. Так. Базовая. Базовая. Смотрим. Основное отличие этих танков будет в том, что у подарочного базовый снаряд под калибр. У прокачиваемой машины базовый снаряд ранебойный. Средний урон в минуту. Средний урон за выстрел будет меньше, чем у прокачиваемого варианта. При этом скорострельность больше, перезарядка быстрее, скорость поворота башни практически одинаковая. Углы наклона. Немножко больше вверх. Но это особо роли, я думаю, не будет играть. Основная роль это минус 5, вот на это надо смотреть. Это определяет стиль игры данной машины. Время сведения улучшили. Теперь оно 2.11. Разброс уменьшили 0.32. И это очень хорошее. Очень хорошая будет стабилизация, сведение. При этом прочность одинаковая. Бронирование корпуса немножко выше. Ну, там незначительно, да. И бронирование башни повысили на 30 в вортах. И вот это уже интересно. Низкий силуэт. Достаточно хорошее бронирование корпуса. Если его доворачивать, то не всякая восьмерка его пробьет. И лоб башни весьма крепкий. Весьма крепкий. Вот вы видите, за 260-240 мм. То есть восьмерки он будет танковать. Причем лючки вот эти сверху, они тоже хорошо бронированы. Также хорошо бронированы. Есть, конечно, некоторые моменты, которые там в 10% случаев могут пройти, да. Ну, там примерно я беру цифры. Но в основном это очень хорошо бронированная башня. Из бортов 180-170, если там докручивать немножко, там под углом, тоже уже заходит за 240. И пробить их будет гораздо сложнее. Так, хорошо. Перейдем к следующим показателям. Это живучесть. Живучесть прошли по бронированию. Мощность. Подняли мощность двигателя ударочной машины. И теперь удельная мощность составляет 17,5 лошадей на тонну, что довольно неплохо. Максимальная скорость немножко ниже максималка вперед, но 50 и 56 это небольшое значение. Незаметность одинаковая. А вот обзор танка 420 это очень-очень-очень значимо. То есть этот танчик сможет при его низком силуэте играть как танк врыва, танк подсвета. И в некоторых случаях он может быстро занять какую-то там позицию с кустами и работать как светляк. Подсвечивать и параллельно наносить урон. К сожалению на нем будет не так комфортно играть от холодов, как на американских танках, потому что углы склонения орудия минус 5 всего лишь вперед. У американца, как я помню, минус 9. Сейчас поставим их снова. Вот они все. Углы наклона минус 9 у американцев, у китайца минус 5. Поэтому это будет разные стили игры. Весьма разные. Ну, вот такие параметры. Что бы я выделил для себя? Я бы выделил для себя М60. М60, так как он отличается принципиально от остальных танков своей мобильностью, своей скоростью заднего хода. 23 км в час это весьма интересно. Это значимо. То есть он будет как CDC на восьмом уровне, так и М60 на десятом. Не считая орудия. Вот орудие будет самое точное. Самое прикольное. Я скажу, на него не стоит ставить даже стабилизатор. Время сведения 1,5 секунды. То есть досылатель, возможно вентилятор и оптика. И он будет, во-первых, пересвечивать всех. Во-вторых, будет отлично одамажить. Вот такой обзор. Вот такие танчики. Ну, а дальше вам принимать решение, стоит ли бороться за них или нет. Танчики очень хороши. Разработчикам спасибо за то, что они их апнули. Теперь они стали весьма играбельны и конкурентны на своем уровне. Так что, если есть время, если есть желание, старайтесь. И вы получите этот танчик. Кстати, как и в предыдущей компании, танчики будут покупаться за боны. И я думаю, примерно количество, как в прошлый раз, будет примерно 4000 бонов. Поэтому смотрите, еще есть время собрать их, катаясь на десятых уровнях. И получая медальки в других уровнях боев. Ну, вот так. А с вами был Клинт8. Спасибо за просмотры. Пишите в комментариях, какой танк нравится вам и почему. И до скорых встреч. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...